приехал на дачу тут такой уютный устроен сейчас каменчик раступится классно эту лампочку кстати мама сама обтянула вот этой мы на даче покажу немножко что здесь интересного есть вообще мы тут занимаемся и так далее во первых сегодня как удивительная погода то идет дождь что выходит солнце просто такая синева и пока дождь не начал все мы успели сделать несколько классных полезных дел первых вот эти грядочки родители егора представляете сделали сами это был такой подарок это делалось практически за моей спиной чтобы я приехала тут вот эта вся вот красота я обожаю эти все растения типа как можжевельник или еще какие-то такие штуки и вот их навезли целую кучу что-то мы покупали сами что-то вот нам подарили родители класс по моему это очень красиво напишите в комментариях если согласны что родители молодцы вот еще сегодня не помогли пересадить вот парочку ты вот сюда мы здесь хотим сделать живу изгородистой непонятно конечно сколько времени пройдет прежде чем это все вырастет но когда-нибудь это все таки произойдет и вместе с этими клумбами будет просто шикардос и еще так бак мэр на плане потом подвинем пока они непонятно куда вот эту тую мы тоже пересадили раньше она была вот здесь вот еще одно надо ленточки кстати снимать пока праздник но фонарики мы оставим потому что они выглядят круто всегда особенно вечером и зимой тоже они должны по идее работать они всесезонные поэтому фонарики оставляем и все это я жгла костер но он опять потух ужасно плохо горят влажные листья поэтому похоже мне придется развести его заново это сухих дровишек если накидая деревяшечек и ленточки и все это будем превращать костер а не мастер по разведению огня ну вот только что было солнце и опять сейчас там начинается какой-то апокалипсис я получил сайте разжечь но кажется это все до конца не сгорит в общем прямо сейчас находясь на даче я записала кусочек для видео которое будет посвящено свадьбе как вообще на что происходило как что где было кстати говоря вот столы которые мы использовали в качестве фуршетах это обычные теннисные столы которые егор покрасил в сейбренный цвет вот так что креатив наше все а так сейчас мы просто приехали на дачу мама был день рождения на днях и вот мы приехали поздравить ее вместе с родителями егора миленько посидели жгли костер жигали камин покушали классную еду в общем отлично провели время хотелось бы побыть подольше но у меня дома остались голодные некормленные коты которым надо вернуться пусть егор влетела в командировку в общем да к там нужна хозяйка вот такой вот у меня кстати аутфит аутфит стиле дача это кажется как раз мой поезд когда водитель поезда показал негде сено Ребятки, сейчас включение из ванной, что я хочу вам рассказать. Про волосы, собственно, немножко. Вот сейчас вы можете видеть, какая получилась укладка естественным путем, я имею в виду, без плоек, без всего, то есть это с диффузором, и сегодня был первый раз, когда я наконец-то попробовала ту самую легендарную банку, вот эту вот, Кинки Кёрроли, надо, конечно, будет еще потестить в разных комбинациях, но так вот на скидку выглядит круто. И вместе с ней в паре, в тройке, были, как всегда, вот этот вот супергей Джованни, очень классный, его очень многие кудряшки любят, и вот мне он тоже подошел, и вот эту штуку. Я про вот эти два средства чуть поподробнее рассказала в видео про уходовые средства для волос, которые я использовала летом. Многие спрашивали вообще, как волосы пережили лето. Первый раз на кудрявом методе, ну я уже говорила, что он у меня кудрявый метод такой, наполовинку, я не использую его прямо на все 100%. Вообще, первое лето, когда я не пользовалась плойками и вообще, как жара повлияла на мои волосы, как видите, все хорошо. Вот, в принципе, я ничем особенного не пользовалась. Все, чем я пользовалась, я, собственно, показала в том видео. Из интересных штук еще вот что хочу показать. К сожалению, я в какой-то момент забросила их использование, но когда мне на свадьбу моя подруга делала прическу, она сказала, что, слушайте, так много коротеньких волос там наверху. Это, я не знаю, обломанные или новые. Но я подозреваю, что, и надеюсь, что все-таки новые, потому что у меня на концах сейчас уже почти, ну, как бы полгода даже больше ничего не ломается. Поэтому я надеюсь, что это скорее новые. И если это новые, то, вероятно, это отчасти благодаря вот такой вот штуке. Это DSD 341. Такие вот здесь капсулы. Это сыворотка для роста волос. Сложно так вот отследить, насколько она прям помогает здесь и сейчас. Вот. Но когда мне подруга сказала, что там целая куча новых растущих волос, я думаю, что это, скорее всего, как-то связано, потому что больше ничего специального я для этого не делала. Вот такая вот упаковка. В ней 10 вот таких вот капсул. Я уже практически все использовала. Каждой капсулы хватает на где-то 3-4 применения. Вот так вот она выглядит. Такой коробочке хватит где-то на месяц-полтора, смотря как использовать, какая высота волос и так далее. Она капается на кожу головы, по пробору вот так вот аккуратненько и потом легкий массаж. Вот. Стоит в ней достаточно дорого, около 7-8 тысяч за такую пачку. Поэтому, да, я взяла на пробу, посмотреть вообще какой будет эффект и оценить вообще, стоит продолжать или нет. Сразу скажу маленький спойлер. У меня есть еще несколько секретных вариантов, как взрастить волосы, чем их можно мазать, более бюджетными средствами. Поэтому чуть позже вернемся к этому вопросу. И я обязательно об этом расскажу. И, наверное, расскажу, когда уже у меня будет возможность это протестировать. Поэтому обязательно ждите. Есть средства подешевле, но которые тоже должны помочь, потому что они проверены многими людьми и вот все у всех работает. Короче, обязательно вернемся к этому вопросу. Мне самой интересно. К сожалению, вот этот кингикерли очень сложно выловить на iHerb. Он там постоянно пропадает. И я ставила уведомление, чтобы увидеть, когда он придет. И вот мне повезло. И опять все через там буквально час пропало. Поэтому я показываю еще другие средства, которые гораздо более легко доступны, которые можно заказать практически в любой момент. Так что будем тестировать разные, буду рассказывать про разные. Но вот и те, и другие работают. Так что, в общем-то, главное просто не издеваться над волосами и подобрать то, что будет хорошо с ними сочетаться. Ну что, друзья? Я, в общем-то, добралась с дачи. Меня облило дождем, обдуло ветром. Я замерзла. Я уже подняла ванну, помылась, очистилась. В общем, пришла в себя. И вот сижу в мега кайфовой обстановочке. Обожаю так делать, когда усталь. Кот, ты тут что? Ты тут чего? В общем, да. Отдыхаю. Так что, пожалуй, будем на этом завершать наш с вами небольшой вложек, поездочке на дачу, рассказов о свадьбе. И хорошего вам вечера, хороших вам просмотров на ютубе, интересных видео, например, на этом канале или в инстаграмчике. А так просто. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok